Представители управляющих компаний Самары и Самарской области голосуют за объективную оценку их работы. Пожелание прозвучало на заседании Общественной палаты региона. Сейчас, по мнению коммунальщиков, рейтинги составлены неверно. Например, один из критериев эффективной работы – количество обращений граждан. Чем их больше, тем оценка работы управляющих компаний ниже. Управляющие компании считают это ошибкой. Важно выделять из таких обращений действительно проблемные, аварийные ситуации, на которые управляющая компания обязана реагировать молниеносно. И действительно текущую трубу от вопроса по квитанции здесь необходимо разделять. Мы предлагаем эти характеристики разделить. То есть действительно реагирование управляющей компании, вопросы информационного характера и вопросы непосредственно выполнения своей работы управляющей компанией. Оценивают работу управляющих компаний государственная жилищная инспекция, муниципалитет и собственники жилья по пяти разным пунктам в зависимости от их компетенции. Получаются рейтинговые очки. Если кто-то не проголосует, управляющие компании автоматически теряют свои позиции в общей таблице популярности. Значит, есть повод у жителей сменить малоэффективную коммунальную организацию. Чтобы на этом рынке услуг не было манипуляций и подтасовок, управляющие компании просят, чтобы их работу оценивали эксперты. Обсудить накопившиеся проблемы собралась общественная палата. Если предложения будут одобрены, они поступят на утверждение в государственную жилинспекцию. Сейчас очень актуально вопрос о смене управляющей компании. И жители звонят и говорят, а какую управляющую компанию нам выбрать? Мы рекомендуем, смотрите рейтинг управляющей компании. Более того, у нас сейчас завершается конкурс, заседание комиссии прошло, лидер ЖКХ. То есть определение лучшей управляющей компании Самарской области. Представители управляющих компаний считают, что кроме оценки их работы на объектах, должны учитываться и другие показатели. Такие как наличие денег на счетах, своевременная уплата налогов, плюс расчеты с подрядчиками и поставщиками. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.